Первый рабочий день. Шарик на дереве висит. Чьё-то дерево взгляни, чей-то нолик. Улетел. Было прекрасный лигенд. Ходили с друзьями на концерт джаза. Погуляли. Усмеялись там. Чуть-чуть летут над другом, так смешно. Ходили все проводить нас, провести до нашей машины. Ребята, с которыми мы выходили. Я говорю, если нападут на мою подружку, кто-то нападет, я их побью. Они говорят, да, вот в этом я верю. А я верю в то, что я их побью. Те, которые нападут. И начала делать уже mindfulness, медитацию. Потому что что-то как-то всё очень тяжко стало. Тяжело очень делать ещё, раскапывать тяжёлые вещи. И когда самому тоже ещё очень тяжело, самой. И тогда я начала делать mindfulness, немножко это наполняет как-то больше позитивчика. Я как-то беспокоилась, что тогда как же у меня тогда что-то негативное выйдет. Но всё равно. Вот как-то хотелось уже немножко лёгкости. Хотелось немножко уже чего-то приятного тоже. Не только слёз и воспоминания об изнасилованных. И в итоге всё равно оно, наоборот, через это наполнение наполняется таким хорошим. И получается, что у дыши и у тела есть силы выводить наружу яд, токсины, когда хорошим наполняешься. Что, в принципе, это правильный курс. И получилось... Начала чувствовать себя такой слабой, какой-то слабой. Сил вообще ни на что не было. А потом... В итоге... Вот это за мной где-то. Где-то, 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 где-то. И в итоге... Ночью сегодня я вдруг просыпаюсь. Опять, опять эти... Это ощущение, что я умираю. Опять сердце колотится. Опять... Вот это вдобавок ещё было... Это тоже возвращаюсь в такое ощущение. Я задыхаюсь. Опять задыхаюсь. Ну, в общем, продолжает там ко мне пробиваться какое-то тяжёлое воспоминание. Вот... Ну, пробьётся в итоге. Я не противлюсь. Я... Красиво всё зелёное после дождей. Я не противлюсь. Пожалуйста. Все гости пусть заходят. Все, которым легко, тяжело. Все к моим чувствам. Все пусть приходят ко мне, навещают меня. Ну, и так я позволила этим чувствам прийти. И пришло вообще... Значит... Вот же важно тоже, чтобы положительное приходило. Но это тяжёлое положительное. И вышло вот это предложение. Папа, папа, мой папочка. А потом... Папочка, я люблю тебя. И... Папа, ты мне дорог. И я как начала рыдать. Вот. Потому что вместе с этим вылазят все вот тяжёлые воспоминания с ним связанные. Все эти ужасы, которые он делал. И... Эти вещи, они несовместимы вообще с теми чувствами, которые у меня были к нему. И с теми, вроде бы, как отношениями добрыми, которые были между нами. И которые, вроде бы, были доверительными. Но он их жестоко предавал раз за разом. И... И, в общем, цель исцеления... Это вот от слова целый. Кстати, слово цель тоже от того же корня целый, да? Не знаю, почему, но вот... Эээ... 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 Цельность и исцеление, оно о том, чтобы вернуться, быть одним целым. когда вот меня просто отец своим этим членом с которым он носился разорвал мою душу мою физически он видимо я не помню я не насиловал но морально он разорвал меня на части и цель это обратно соединить эти части вместе смочь почувствовать да мои добрые чувства мы были с ним очень хорошими друзьями и он наряжал меня в мальчика и вел себя со мной как с мальчиком и делал мне карнавальные костюмы как мальчик ну как бы вот старался в общем да но я всегда хотела быть принцесса я всегда очень хотела быть девочкой наоборот не всегда хотела какой быть очень прекрасный и на разные выходы или еще что-то он до делала я до одевалась девочкой все потому что там же еще и мама тоже присутствует если шло от папы то это было значит вот в направлении мальчика он везде ходил со мной общался тоже как с мальчиком и сейчас у меня есть немного немного небольших кавычков большие еще как большие проблемы потому что и проблемы в том что меня вырастили как мальчика и я не привыкла вообще в чем-то себя ограничивать а социальная женская гендерная социализация она все-таки ограничивает как девочка должна быть как женщина должна быть с одной стороны это хорошо что я не была ограничена с другой стороны я вырастаю но я вовсе вырастаю не тем кем меня растил отец я вовсе не мальчик и в этом получается проблема это вот есть в афганистане там есть бача по моему это называется там какие-то бача это значит там есть у них девочки которых переодевают в мальчиках воспитывают их как мальчиков потому что хотели в семье мальчиков есть наоборот мальчики делают из них как бы проститутов танцоров но и как девочек наряжают вот такие там есть подмены в этом афганистане да ну естественно это все культура вот я теперь это вижу что вот когда они хотят вот прям насиловать девочек то вот меня например отец он не знаю может быть он боролся с собой как-то не хотел меня прям насиловать во первых во вторых он просто боялся тоже я была девочка довольно такая самостоятельная дерзкая за то что они меня отвергли они меня выбросили вышвырнули так получилось и он уже боялся даже девочку не то что женщину он боялся и и все равно у нас были с ним такие отношения вроде бы как доверительные и он вообще принципе он был очень чувствительным человеком в этом-то и суть этого уязвимого психопата что он там про свои чувства очень хорошо может там рассказать это все совершенно вывернуто половина из этого это как бы это все манипуляция и симуляции чувств но все равно я чувствовала что да мы как-то общаемся на каком-то более таком эмоциональном уровне и он рассказывал мне разные истории про себя или то что его интересовало и вот из этого я могу понять во первых разобрать что примерно он прошел сам и во вторых что он мне хотел сказать когда он вот совращал меня или при мне совращаться струна силу что он этим всем хотел сказать и вот я сейчас разбираю его родители когда мы встречаемся с партнерами мы ищем них своих родителей чтобы восполнить то недостающие что мы недополучили от родителей потому что наша душа она стремится к целостным нашим родителям внутри нас внутри нашего сердца и поэтому тоже сходится когда говорят я ищу там свою половинку и все потому что половина и нашего сердца базе его это отец половина это мать и вот мы восполняем их то есть такие половинки мы восполняем тоже можно на это тоже так посмотреть в моем случае когда образ и отца и матери настолько были разрушены повреждены получается что их нету вообще то есть это мне не нужно восполнить какие-то там что-то недостающие в моем внутреннем родители внутреннем отце или внутренней матери мне нужно просто чтобы человек заменил мне и мать и отца потому что ну все разрушено и плюс еще к этому вот эти все страхи которые они вам не создали еще то есть человек вообще должен быть идеальным родителям с двух сторон чтобы мне подходить и вдобавок еще я буду творить вообще какую-то дичь ужасную меня будет выходить вот это этот яд который меня ввели страхи и колкости и смешки и в общем вот так получается моем случае вообще если это не залечено как-то практически невозможно вообще создать отношения если до такой степени разрушены внутренние родители ну и я вернусь к рассказу о том как что мне говорил что мне рассказывал отец потому что его действия они практически все были лживыми он делал вещи для того чтобы грумить даже если ему не выходила выгоды в данный момент но в итоге ты понимаешь что это были с его ставки на на долгое время вперед как вы знаете что педофилы могут грумить очень долгое время поджидать жертву и и подогревать и пока она сама тепленькая не окажется у них в руках и таким образом их совращение изнасилование остаются безнаказанными потому что получается у ребенка ощущение что вроде бы он сам этого захотел так вот и и слова естественно тоже эти все признание в любви верности моего отца насколько мы ему там дорогие ценные сколько меня там ждали все ждали ждали не дождались для того чтобы совращать и насиловать но не чувствуется что вот в эти моменты когда он рассказывал про себя он и до это шло от него самого опять таки почему потому что если он вот такой уязвимый психопат то его интересы его история она да ему важно но она ужасна эта история потому что это нужно такого натерпеться чтобы быть психопатом а уязвимый психопат это еще человек который ему не позволяет вообще никак выразить вот эти свои агрессии и он эти агрессии должен выражать подспудно но и очень это связывается с образом педофила желание уничтожить физически морального такой садизм вообще наслаждение от садизма высшее наслаждение и одновременно вот чтобы это все было незаметно очень вежливо очень мило и интеллигентно и вот так получается что мой милейший отец который не может вообще никому сказать слова нет добряк вежливый интеллигентный начитанный очень творческий человек очень талантливый очень милый он разговаривать время разговаривал про чувства очень много ну немножко про чувства он всегда раз разговаривал с такой помпезность сюда это было все равно что-то такое театральное короче длинное очень вступление наверное сделаю тайм-коды чтобы можно было сразу прийти потому что давай рассказывал мой отец и вообще его история из которой я пытаюсь вычленить важные вещи которые привели его к педофильству многого я не знаю потому что все же мы не многого чего не рассказали но я была лучшим другом действительно я была как лучший друг мальчик педофила что отец обращался со мной как с мальчиком чтобы видимо не привлекаться ко мне чтобы не насиловать меня тоже постоянно вот потому что у них там если судить по моему отцу педофилов просто идет сто процентов их времени их жизни их целям посвящено совращению детей девочек случае моего отца мой отец родился в самом конце войны моя бабушка прошла эвакуацию из харькова они через одессу через черное море бежали в среднюю азию по моему в ташкент они куда-то прибыли и значит бежали от немцев и тоже очень интересные истории мне рассказала тоже бабушка я была очень любознательно у нас в семье никто не разговаривал но я вот брала интервью всех как бы но я просто расспрашивала мне было интересно со мной не разговаривали много мне не выражали какой-то особой любви все занимались вот обеспечением и бабушка тоже это мама моего отца валентина и но она уже войну прошла с его старшим братом и там были лишь страшные истории по дороге там отравляли еврейских детей в больницах которым уже подступали немцы там если больницах лежали женщины с маленькими детьми эти дети не выходили из этих больниц и вот сестра медсестра подошла к моей бабушке сказала у вас такой хороший мальчик это в то время был мой дядя так жалко что если он погибнет лучше заберите его получка и она действительно с этого момента быстренько вышла из больницы а ее сестра нет ее сестры было трое детей и все трое детей в этой больнице погибли а потом списывается это все на отсутствие гигиены заразные болезни все такое прочее просто вот списали детей трое деток после войны и сестра взяла приемного сына который сейчас уже умер он на фотографиях наших семейных там которые я показывала у меня было видео про наши семейные фотографии там на одной фотографии то он мой отец родился 45 году прямо перед окончанием войны и дело в том что все это время у него моя бабушка у нее был вот этот отец моего отца лев но лев этот он был большой гуляка по женщинам и насколько я понимаю потом по следующим событиям которые я пишу тоже такой был довольно деспотичный и возможно психопатичный человек и чьи-то чувства его там вообще не интересовал но моя бабушка почему-то его боготворила тоже это говорит о каком-то нездоровом чем-то в семье ну нормальный человек вот такому истязателю и тирану не будет притягиваться если даже пикинг это не останется с к тому же моя бабушка сама была женщина очень властная очень такая коммунистка прожженая там товарищ сталин рулил везде у нас и и она при этом вот терпела вот эти издевательства от этого льва а он там и гулял и все и вот и детей избивал и это все норма и она такая вся сознательная коммунистка ведь за равенство все но нет и уже после войны этот лев просто вообще исчез лучше ушел другой женщины а он еще и был любитель выпить и он через какое-то время у него там были проблемы с печенью и он вообще умер 67 после войны и впечатления которые остались у моего отца от его отца льва он мне вот это уделился со мной ужасно он короче он же уязвимые психопат и вот он умеет жалость вызвать и он вот эти вот истории прожалось про то тяжелое что он прошел он все таком в принципе рассказывал мне он не скупился на это в отличие от мамы мама вообще отмахивалась двумя предложениями там что-то говорила и все и закрывала эту тему это прототипный психопат психопат к вот отец мне рассказывает что этот лев его отец вообще не в семье он не был семье бабушка моя прошла эвакуацию он не не воевал потому что он всегда вот это болел с печенью чем-то он там болел и но при этом это не мешало ему постоянно гулять женщина и он не жил с моей бабушкой и она вот так прошла промыкалась войну в эвакуации потом они вот вернулись в карьков и он значит возобновил свои визиты то время как у него уже была женщина другая и у моей бабушки вот только родился мой отец и одно из самых ярких воспоминаний моего отца это что приходит его отец его бывшая жена готовит ему там накрывает ему шикарный стол праздничный встречает его как самого дорогого гостя там борщи и там голод послевоенный все в общем там все последнее выставлялась для этого льва и он вот так вот хозяином приходил туда делал удолжение что он вещал детей и вот мой отец рассказывает про ужасное воспоминание как приходит его отец навестить их детей и начинается порка как бы вообще его вот старшего сына старшего брата моего отца и что-то там происходило вообще что-то жесточайшее и и мой отец он говорит что я просто не мог вообще там находиться это он просто был в ужасе и иногда когда смотришь со стороны это даже страшнее выглядит чем когда ты сам это проходишь и в общем это ему было ужасно он не рассказал если ему что-то делали вот когда делали его брату он это у него прям осталось в голове на всю жизнь памяти и его мама которая для него была тоже там был такой культ личности его мама вот она была тоже как типа такой маленький сталин такой в семье у нас дома он после смерти повесил огромный портрет с ее лицом с этими огромными глазами смотрят на них они повесила на рядом с кроватью у них спальня с мамой там портрет наверно два на полтора вы что-то такое вот как конкретно как под портреты сталина то есть вот такое отношение у него было боготворение этой мамы и она была вроде сильная очень самостоятельно и сама поднимала двоих детей сама прошла эвакуацию и тут она не перечит этому садюги и тирану она просто сидит в уголке и плачет вот отец говорит тоже ему было очень тяжело он боготворил эту свою маму не он ни одного слова слова они за всю жизнь не сказал но при этом она сидела в уголке и плакала пока и и просто мутузят ее сына старшего я поговорила когда я стала выяснять вообще историю откуда мой отец мог стать таким же жестким педофилом и я разговаривала вот с этим его старшим братом но это была наша единственная беседа после этого он со мной уже не общается и и я его спросила что же такого он там прошел что что с ним возможно делали что он вот так вот такой вырос и он говорит я не знаю и тут я ему вот и рассказываю что вот такую историю мой отец рассказывал и он говорит брат да было дело говорит я вообще говорит не знаю кто этот лев был откуда он взялся откуда это моя мама его выцарапала вот так они в этом отце говорили то есть вообще его не было и она его там все время ждала и боготворила и вот он пришел он говорит вот я знаю было такое что пришел этот лев пришел вроде как навестить детей и валентина сварила кастрюлю борща наваристого и старшему сыну поручили отнести из кухни этот борщ и он унес и то ли он споткнулся и расплескал этот борщ то ли он расплескал то ли он у него вообще выпало все там разлилось вот я не знаю точно все очень все скупые свидетельства но факт тот что этого старшего брата старшего сына просто вот измочалили вот за этот борщ пролитый и вот мой дядя говорит не знаю говорит возможно борщ был важнее меня вот он тоже с таким ощущением был я ему рассказываю что моего отца очень сильно поразило и ранило что его вот любимая мама такая боготворимая она ничего не предприняла и она просто сидела и плакала вот такая советская независимая женщина и не защищала ребенка и в общем вот например это он рассказывал про свое детство и когда он все время тоже мне внушал что родители это святое 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 там и мама там меня она душила меня разрывала ногтями и пинала меня во сне ногами и сбрасывала меня во сне тоже за ногу возила меня за ногу по квартире и отец вот так вот только стоял надо мной и держался так чтобы я не отвечала маме то есть его роль в этой всей пьесе было в том чтобы он меня сдерживал чтобы я ничего не отвечала в то время как меня уничтожают вот очень он такую взял на себя тоже роль вот этой мамы сам женился как будто бы на тоже копии своего отца на психопатки тиранки и тоже вот так защищал чтобы ребенок не мог себя защитить как бы вот так защищал насильника насильницы тоже мою маму там она не насиловала сексуально но это было насилием физическим моральным она просто вообще уничтожала и такой очень такой прибитый такой у него было полное слияние с этой мамой там тоже есть у нас прослеживается в роду такое такое явление что первых детей отвергают как бы и тогда они выходят более самостоятельными но их как бы меньше любят их меньше принимают а младших людей вообще детей холят лелеют и там бывают них как будто бы сдувая с них пушинки на самом деле создает ли них очень очень сильную зависимость и симбиоз и тогда после того как происходит этот симбиоз эти младшие дети объявляются хорошими людьми потому что вот я не знаю что что не в порядке вот семьей моего отца вот потому что в принципе бабушка нам не ничего плохого никогда не делала она мне там никогда особо там не поцеловала не спросила у меня не подозвала там как как у меня дела не поинтересовалась чем я занимаюсь нет нет не было такого никогда она тоже вот функционировать обеспечивать и все но и плохого она тоже не сделала наоборот очень много хорошего она делала именно вот как в семье нашей там иногда она сидела с нами когда родители уходили там куда-то в кино нам было страшно оставаться самим мы выходили там там буря в этом стучали об стекло мама папа и очень короче когда родители стали приглашать мою бабушку когда нам было там лет 65 и вот она мне ничего плохого не сделала дружок блоки не здесь нет пойдем я тебя отведу к этим идем идем это не здесь иди сюда блоки локи 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 иди сюда он перепутал дверь соседский чтобы ему открыли локи иди сюда погулять сейчас погода хорошая и и вот и было вот полное это слияние с его матерью с валентиной и он ее боготворил но был вот такой элемент сильного предательства и насилия стороны его отца принципе кроме этого к сожалению я немного знаю но например поскольку мой отец он много занимался на меня там ходил сами на речку и рисовал со мной чем меня математика чем меня плавать много проводил сами время и было видно что вот он умеет то есть у него есть это мы же мы же делаем детям нашим то что делали с нами в принципе получается так что и плохое и хорошее так вот у моего отца было много дать и хорошего нам и вот я спрашиваю себе откуда если отца у него вообще практически не было и мама занималась больше обеспечением она была вот мама одиночка и занималась обеспечением она не была какой-то такой прям теплой и радостной такой женщины никаких там каких-то занятий с детьми чем-то особенным она например когда с нами сидела с нами внучатами ничем особенным с нами не занималась у нас просто вот ходили перед телевизором каждый раз там выходил этот фильм частный белый вим черное ухо и я просто орала на взрыв и моя бабушка просто пугалась в итоге вообще отказалась это было моё вообще единственное время когда я могла просто мне разрешено было поплакать бабушка не хотелось на ничего делать она не была в курсе вообще что творят с нами родители но и ничего особенного такого не делала а у отца моего прям были целые программы для нас детей конечно да они вот и умеют у них есть подход к детям они чувствуют что им надо но это же нужно тоже иметь откуда взять это вот это интересы вот это все эти знания разнообразные и я спрашиваю себя какое еще вычислимое здесь у нас не хватает в этой сеть в картине кто еще был участен к воспитанию моего отца а также если брать в расчет что моего отца как было он нами занимался он же нас и совращал он жизнь и насиловался это было занятие нами были за определенную плату используя нашу уязвимость и отсутствие вообще кого-то кого-то кого есть интерес к нам и если идти по этой схеме что он так повторял он же повторял свои вот эти свои детские травмы и если брать эту схему в расчет чтобы был кто-то кто занимался им и кто-то же вот такую плату брал совращал его и значит по портретам выходит что это не его отец потому что он вообще там был садюга тиран не моя бабушка которая тоже она хорошо занималась обеспечением везла на себе двух детей но она не обладала вот этими всеми интересами развлекала чтобы развлекала детей и как-то их заинтересовывала но был такой его дядя это муж жены муж поедините муж сестры моей бабушки который погибли трое детей во время войны в больнице это в одессе или в одном из три морских городов перед тем как на корабле ехать и плыть в среднюю азию вот они там были в больнице там они погибли эти дети и вот этот ее муж яков он да был известен тем что он возится с детьми и у него были огромные две овчарки которые участвовали даже в фильмах то есть это были такие овчарки актеры и они были хорошо надрессированы и он был милиционером и вот он до возился с детьми как это всплыло вообще мое воспоминание об этом дяди яше моя двоюродная сестра она меня пытается сейчас все время убедить что со мной ничего не происходило что память меня обманывает что это у меня ложные воспоминания и ничего не было и что у меня она меня уговаривает в том что у меня было идеальное детство только неизвестно если у нее было такое идеальное детство почему так много у нее в жизни тоже трудностей я не говорю конечно что у нее были такие ужасы как у нас ну там тоже проблем хватало и она говорит что хочешь сказать что вот любой кто взял меня на руки когда я была маленькой так что теперь называется педофилом что так что если твой отец любил высаживать себе на колени детей и любил там заниматься с ними и он с ними он высаживал к себе на колени например ее дочку когда она была маленькая я смотрела со стороны все время и наблюдала чтобы он ничего с ней не сделал такого но я видела как он меняется в лице я видела вот эти его губу так вот уже выплескивались эти губы чуть ли не слюни выходили у него и его интеракция была с этой девочкой маленькой в том что он смотрел что ее интересует и потом отбирал это и говорил а вот и какая нет и это смотрелось как милая игра но на самом деле это и было вот этой педофильская интеракция что что-то заинтересовать а потом не дать а потом начинать вымогать уже полезные для самого себя какие-то действия и совратительные и и вдруг это моя двоюродная сестра мне говорит ну так что а меня вот на колени высаживал очень часто вот дядя яша и он игрался со мной там и показывал мне собак так что теперь он педофил а я говорю ну если он засовывал тебе руки в трусы как мой отец если он без штанов вы высаживал тебя значит на бедра и что-то с тобой делал то получается он педофил если он этого не делал значит он просто как-то тобой занимался вот то есть и это дядя яша у него были овчарки и мой отец тоже всю жизнь заводил везде овчарок у них у них уже подали свой дом был не было мы жили тоже овчарку когда я была маленькая мы тоже купили овчарку он пытался цена заводить овчара то есть это дядя яша до был тем человеком который его отца заинтересовывал и как-то им занимался вот и что там происходило это невозможно знать во первых потому что представьте себе насколько вообще уже голова не в порядке у человека что он стал педофилом и таким вообще садюбой вот я принципе так педофилкой так не стало у меня много очень ментальных трудностей и расстройств но и я все-таки еще как-то соображаю вообще что происходит а там вообще человек не соображал так и и я вот не взяла 50 лет пока вот я разбираю это вот это вещи которым очень трудно прикоснуться и нужно иметь какую-то базу какой-то что-то надо иметь чтобы из-за него зацепиться и у отца видимо вообще не было у него вообще разрушена была психика то есть мама обеспечивала он ее боготворил там был симбиоз вообще жесткий и не тоже ты не можешь выразиться не право не влево ты же не можешь развиться как самостоятельная личность вот он такой вот придавленный вот такой вот он и инфантильный остался на всю жизнь и вот этот его садист отец который приходил только чтобы издеваться избивать детей и какие-то там свои год свое там отрабатывать на них надея которых он принципе бросил и и вот получается такой уязвимый очень уязвимый ребенок ребенок который не может говорить нет потому что его так воспитала баб его мама коммунистка он хороший человек потому что он никогда ни от чего не отказывается всем помогает всем говорить да и это просто идеальная жертва для педофиля точно так же например как вот например меня все-таки отец не износил его прям к яму а сестру мою да и она как раз тоже была вот такая уязвимая в симбиозе и наглядно видно насколько это легче сделать с ребенком после того как его ему запрещают выражать себя и заключает ему быть самостоятельным и и мой отец был такой же он был тоже младшим ребенком и тоже вот такой весь уязвимый и весь такой бедненький и жалкий у нас еще есть фотография он стоит такой вот маленький такой худенький мальчик такой животиком в школьной форме то есть ему вот 7 лет это был видимо в первый класс он пошел тогда еще были после войны фуражки у них были одежда была похожая форма школьная была похожа на военную одежду и было фуражка и он стоит за ним огромный такой портрет сталину и все фотографии занимает этот портрет сталину и мой отец вот так вот прям ему дали это огромные бархатное знамя красные и он держит его и чуть ли не падает под его весом и вот просто смотришь на этого ребенка которого придавила вот это советская власть просто и жизни советская власть видно что прям непосильная ноша для ребенка вот такой мой отец был таким жалким таким ребеночком таким бедненьким и идеально на самом деле находка для педофилы все и поскольку вот моя двоюродная страна наверное не понимает вообще чем говорит тоже там все перекрыто на подсознательном уровне все опять таки я не знаю и что делал что не делал не каждый человек который занимается детьми или находит им какие-то развлечения не обязательно значит что он педофиль педофильство во первых это если эти развлечения идут взамен на какие-то услуги которые надо делать этому человеку это уже начало совращения да ну и естественно если человек уже действительно у них какие-то сексуальные действия в отношении к детям то это уже педофильство вот но таким образом я смогла вот вычислить человека который да мог таким образом объявляться единственное что у меня не сходится это если например очень многие изнасилованные мальчики в детстве они потом там что-то около 40 процентов они потом становятся геями да и изнасилованные именно мужчинами то есть там есть корреляция между полом того кто насиловал и потом кого потом насилует этот человек в будущем если например он педофил то таким вот образом то есть тут не сходится поэтому я думала может быть это его мама каким-то образом что она тоже была там одна была зациклена на этом своему же мой отец был внешне прям копия этот видео муж бывший лев и я думала у них такой симбиоз был и точно также например как мой отец и совращал мою сестру которая она такая бедненькая была и возможно тоже я подумала что возможно и его мать тоже сделала с ним какие-то вещи и то есть вот у нас два основных подозреваемых это его мама и вот этот дядя яша возможно и оба они оба он рос послевоенное время растила его только одна это моя бабушка она очень много работала большинство времени была на работе ими занимались вот мог заниматься вот эта сестра находиться у ее сестры и там вот был этот дядя яша и так что вот один из этих людей может быть и плюс еще этот жестокость и садизм его отца тоже которые еще больше добили вообще его психику что она там выпала и осталась вот так в возрасте 6 лет он так остался мальчиком 6 летний а потом стал развиваться и орган есть половой либидо есть вот этого гуляки его отца а он весь запуганный весь уязвимый и все и не знаю видимо тоже было над ним носили совершенно сексуальное но он этого никогда не упоминал к сожалению он много мне всего этого сексуального внедрял и совращающего но вот про себя как раз он не рассказал вот ведь может потому что педофил уже он чувствует себя как охотником ну вот он поделился до что было тяжелая стена когда избивали брата больше к сожалению мне не рассказал что да он не рассказывал насчет вот разные истории ставьте себе вот мы с отцом общаемся да он мне рассказывал про природу да много интересного такого обогащающего да но он также периодически мне рассказывал вещи которые совершенно не подходили ребенку и он делился со мной собственным стадизмом он мне рассказывал истории о том он был инженером чтобы зарабатывать много денег так же как и моя мама он пошел работать сначала отрисовочный цех с пластиком потому что это вредная работа и там платили много денег больше чем зарплата врача на скорой помощи и потом он перевелся на еще более тяжелую еще более вредную работу в талибарном цехе и там условия конечно были это просто был ад у них там 50 градусов температура была постоянно и там отжоги и прожженная одежда и ночная смена эти заводы работали видимо 24 часа в сутки были ночные смены были утренние я часто ночью у меня были ужасы и я вспоминаю когда я была подростка и уже так я участвовала отца меня были ужасы такие что у меня был холодный лепепепот выходил от когда я была подростка или просто не могла спать гормонально шло вот этой плюс еще все ужасы которые мы пережили это все вот таким образом выходило и и вот ротец мне рассказывает рассказы про свою работу значит там у них были такие рельсы и по ним возили чаны с расплавленной сталью для того чтобы потом выливать их какие-то болванки я не очень хорошо разбираюсь в этих всех понятиях не помню точно эти формочки были то ли болванки и что-то такое и в общем один человек ведет этот чан с расплавленной сталью по этим рельсам и он ее толкает сзади и мой отец прям чувствовалось его удовольствие от этого описание я не знаю но было такое подскудное ощущение как будто бы это он был он это сделал скажем или он это сделал или он очень хотел бы это сделать но слышалось это в любом случае ужасно на рельсах этих кто-то ошибки он не сказал что-то положил или плохие люди что-то положили на эти рельсы а человек вот он катит этот чан и там 50 градусов уже люди там плохо соображают и вот он катит толкает этот чан и этот чан на рельсах упирается на то что положили на рельсы какой-то брусов и он останавливается этот чан и сталь расплавленная начинает качаться в нем и выплескивается и куда она выплескивается вперед назад ведь она выплескивается на человека который стоит за этим чаном и превращает его просто в живую стальную отливку этого человека и он естественно на месте умирает вот такая картина это вот мне отец такое рассказывал потом еще одну историю тоже он очень с большим смакованием мне рассказывал он делился со мной своим садизмом и можно таким образом представить себе что вот у человека в голове происходило значит когда переработанный металл уже там есть какие-то остатки и чтобы его перерабатывать берут и их брали и клали в такой барабан он был тоже сталью оббит изнутри очень толстой и в этом барабане забрасывали там были огромные такие тоже шары железные и куски этой стали остатки их забрасывали и эти шары измельчали потом эту сталь это был как бы вот такой как процессор такой для переработки остатков металла и мой отец говорит что из этих шаров и тяжелых металлов нужно приходилось очень часто чинить эти барабаны изнутри латать их вот этими пластинами металлическими и он говорит что когда там был человек который чинил механик видимо этого барабана он его латал изнутри кто-то взял закрыл дверь этого барабана и включил и таким образом перемололи этого человека вот этими металлическими шарами то есть я не знаю делалось это специально ну скажем для садиста это было прям мой отец с зажженными глазами рассказывал это и я только надеюсь что тем человеком который включал это барабан не был мой отец и это совсем не факт потом он мне рассказывал что у них в раздевалках холодные эти здания заводы жесткая зима и них в раздевалках водились крысы и крысы такие огромные и они размножались и просто там стаями они ходили и он мне рассказывал тоже историю про то как один рабочий уже ночью пошел в эту переодевалку и туда пришло море крыс и они стали его живьем грызть и тоже вот это он таким интересом рассказывал мне вот такие истории но в последнюю минуту как его там загрызли совсем кто-то зашел в эту раздевалку и этого человека удалось спасти в общем вот такие истории мне мой отец рассказывал вот это то что было у этого человека в голове это то чем он же и вот и пытаюсь составить из этого что в нем жила как он так развился ну это немножечко объясняет то кем он стал и то как он вел с нами девочками своими дочерьми и также с другими девочками на которых он охотился